Поэтому Иаков говорит, что, ребята, немногие делаетесь учителями, значит, можно и самому стать учителем, сделаться. Потому что те, кто учат Слову, будут подвергаться более строгому, знаете, взысканию. И он говорит, что кто научит плохому, бить будет много. Кто сам будет плохое делать, бить будет. Но кто еще других этому будет обучать, еще строже. Потому что за Слово будет ответственность. Поэтому, как апостол говорит, мы не повреждаем истины, мы не повреждаем Слово, как прочие. Значит, есть такое, что я беру Божье Слово и подматываю туда свой какой-то интерес такой, корыстный. И он говорит, что вот за это будет сильное взыскание. Мы подвергнемся, он говорит, Иаков пишет, большему осуждению. Поэтому кто стремится проповедовать, не знаете, чего хотите. Если кто-то призван к проповеди Слова, да, вот ему дано, то как-то Господь дает благодать. И знаете, я вот, например, сразу чувствую, когда я начинаю уже вещать. Вот это другие, я не знаю, как это объяснить, это другие переживания. Вот когда говоришь от Духа Святой, не то, что я тут как робот, знаете, кукла, меня Дух Святой берет и использует. Нет. Конечно, это все идет через мозги. То есть, чуть-чуть преломляется через мой характер, моё вот богопознание, мировосприятие, вот все это вот. Но, тем не менее, есть вот это. Но есть то, когда уже пустота. То есть, Дух Святой закончил, а я продолжаю что-то. Или же Дух Святой даже не начинал, а я что-то от себя там толкаю речи. Можно толкать очень пламенно, харизматично. И это может даже иметь такой успех у публики душевной. Если знать, на какие клавиши нажать. Вот сейчас тут можно что сделать? Я могу, к примеру, начать по очереди поднимать там некоторых людей из зала и говорить о том, как много вам Господь даст скоро совсем. Машину, дом, там служение, платформу. У тебя будет 50 церквей, там будешь ездить. И, конечно, аудитория вся уже будет, ну, открыта. Вау! А может мне тоже, тоже, может мне тоже, я тоже. Маленькую, я ж много не прошу. Миллиончик какой-нибудь виртуальный. Благословений. Если знать, на что давить, можно использовать, но нам-то это зачем вообще? Зачем? Поэтому серьезные уроки мы, ребята, проходим. И уроки, которые, ну, цена, человеческая жизнь вообще-то. И есть, ну, цена высокая, заплаченная, она не должна быть заплачена напрасно. Апостол говорит, что мы, говорит, трудились, надеюсь, не напрасно. Оказывается, может весь труд апостольский пойти не туда. То есть, ты платил, платил, платил цену, но это отдельная тема. И потом, потому что все в Библии 10 раз точно написано, что можно идти, идти и не дойти. Держи, что им. Если только начатое, сохраним до конца. А если не сохраним, не увенчаемся. Значит, родители, следите внимательно за детьми, чтобы не разговаривали, потому что запись может быть с камерой. Тогда это все очень слышно. Если будет идти, вот, звук писаться на камеру, если опять у нас какая-то накладка произойдет. Поэтому максимально тихонечко. Знаете, по Николаю вот еще такой урок я получил. Я думал, знаете, это мои какие-то мысли, но потом, когда поделился коротко и увидел, да это у большинства было. Знаете, такие были вещи, вот когда он был еще, это не будет сегодня тема опять о Коле, короткие моменты. Потому что, ну, серьезно, ну, серьезные вещи человека нет. И, естественно, были такие у меня побуждения, вот, в течение лета, когда у него вот эти были падения, что-то сделать. Ну, вот такие маленькие. И знаете, что делать? Так отмахивался, да? Ну, что-то ерунда какая-то. Ну, ерунда, там, напиши то, все. Пошли. То есть, ну, что это-то, он взрослый, все понимает. Мелочи, мелочи. Вот на мелочи мы внимания не обращаем. Вот если бы, да, вот, Бог пришел ночью, 12-12, значит, что-то сейчас звучит правильно. Бог пришел ночью, ангел разбудил тебя и сказал, срочно едь в судак. Подойди к брату Коле, возложи на него руку и скажи следующее. О, это такое большое, да, конечно, встал, поехал. А когда что-то маленькое Дух Святой такое тебе дает, маленькое, да что это маленькое, ну, там, Коля такой большой, а это такое маленькое. Как? Это ему не поможет. Ну, потом, когда я поделился, я понял, что, ну, у всех эти мелочи были, даже у людей, которые его не знали, с другой стороны, и мы этого не сделали. Но если бы мы вот сейчас, да, вот, взять 100 рублей, что это? Ничто. А если 10 человек по 100 скинутся, уже тысяча. Вау! А тысяча – это уже что-то. Представляете, как из мелочей может появиться великое что-то, огромное. И я к чему это говорю? Не к тому, что мы чувствовали осуждение, сожаление. У нас еще будут подобные ситуации не раз. С другими. Может, со мной, с вами, с кем-то. Давайте не пренебрегать вот такими вот маленькими, ненавязчивыми побуждениями от Святого Духа что-то сделать. просто написать там «Бог тебя любит». Да что ты думаешь? Что это такое? Он что не знает? Все он знает. Но это может... Потому что ключики, они маленькие, да? Ключик, он маленький. Чтобы попасть в этот огроменный зал, надо маленький ключик иметь. Что такое ключик? Ну, не мелочь. Ее потерять легко, не заметить. Но эта мелочь может оказаться ключевой. Как слово. Слово – это ключ. И когда мы начинаем использовать эти мелочи, мы смотрим, что 50 человек... Представляете, вот человек сидит в таком вот захлобученной сатаной, а ему вдруг в один день 50 человек написали «Бог тебя любит». И он поймет. Это не могли сговориться. Вообще не знаю. Ну, как так можно? И были другие побуждения. Я перед Богом каялся, что я этого не сделал. Я думал, это ерунда, мелочь. Но эта мелочь, я не знаю, могла, не могла, уже нечего об этом гадать. Все, что случилось, то случилось. Но я знаю, что в будущем я очень буду стараться этими мелочами не пренебрегать. Потому что они могут оказаться судьбоносными. Вы представляете, судьбоносная мелочь. Вот представьте, вот ему сеялось, 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 и уже почти, почти, вот не хватает одной какой-то вот капельки последней для пробеды, прорыва. И эту капельку я отмахнул и сказал, да ну, это мелочь какая-то. Она могла дополнить меру чего-то огромного, и, как знаете, комплит, все, завершенность. Когда мы приходим в магазин, и мы видим, цена там 100 тысяч, и мы говорим, можно за там 99 тысяч? Нет. От 99 тысяч 999? Нет. Нету рубля, пошел вон. Все, никто тебе не даст без рубля. Он со своей кармана должен тогда добавить. Так не бывает. Так вот, вы понимаете, как это через тело работает? Он дает каждому из нас какую-то маленькую частичку. И если мы все это начнем делать, появляется великое. Один сказал, другой съездил, третий помолился, четвертый что-то прислал, пятый позвонил. Понимаете, как это работает сильно? И человек начинает ходить во свете, потому что свет его настигает. Поэтому это вот такие уроки. То есть часто эти мелочи, эти ключи к чему-то великому, мощному, судьбоносному. Когда каждый делает какую-то мелочь, является Божье величие. Но сегодня речь о другом. И пророческое слово я получил. И вот эта вот вся трагедия с Николаем, она немножко отодвинулась. Но сегодня я чувствую высвобождать это, высвобождать это слово. Пророческое слово. И я думаю, где-то это даже связано вот с этой ситуацией с Колей. У меня так вот происходит. Чем бы я ни занимался, я начинаю получать оттуда откровения в свою жизнь. Ну, не важно, чем, спортом, каким-то занятием. Вот мне начинает что-то нравиться. Я начинаю это исследовать, и Бог начинает оттуда говорить. Вот у каждого своя профессия, да? И Он, Бог, через профессию разве не говорит с вами? А с чего Ему говорить? Притчи, они были же... Притчи, это была Божья мудрость, завернутая вот в какую-то простую бытовую оболочку, которую Иисус рассказывал. Почему Ему о сеятеле рассказал? Нам бы Он о сеятеле, может, не рассказывал. Мы не знаем, что это такое сеять. А тогда люди этим занимались день и ночь постоянно. Это же, ну, быт был их с детства. Сеяние жатва. Это мы, может, дети наши вряд ли знают, откуда хлеб берется, может. Думают, что растет на деревьях уже квадратный. А тогда все знали, участвовали в этой кухне всей. То есть сегодня бы это было бы в другом немножко, может быть, в мегабайтах каких-то он бы нам рассказал притчу эту. Вышел, сел программистом программировать. И вот мегабайт туда пошел, мегабайт сюда, и где-то там вирус сожрал. Ну, что-то было бы. Более понятное нашему поколению. Так вот, я получаю через то, чем занимаюсь, откровения. И вот одно из откровений. Ну, больше года назад, года полтора назад, с благословением моей жены, я попал вот в мотоциклы, вот в эту тему. Никогда не ездил, и вот попал. И, соответственно, появился у меня мотоцикл. Мой первый мотоцикл был «Сузуки Бандит», называется. 93-го года, старый такой, японский. Уже владельцев, я не знаю, сколько там у таких мотоциклов, там десятками измеряется. Он уже весь битый, перебитый, ломанный. Четыре карбюратора, которые... Ну, вот он как стоил, так и ездил. Он стоил недорого, и ездил он, конечно... Ездил быстро, но недолго. И я звонил жене, я говорю, выходи, толкать будешь. И вот это мы вдвоем там заводили его по двору. Бывает, что заводился. И, значит, естественно, когда у меня появился мотоцикл, я залез в интернет, почитать о нем. Надо же как-то понимать, как это работает. Я же далек от механики всей. А там надо знать, где что течет, где что крутить. Я начал в нем читать. И я вычитал интересную вещь. Этот мотоцикл был всего 250 кубиков объем, то есть небольшой такой. Но ехал он очень быстро. 180 точно разгонялись мы с ним, с горочки. И я читаю, что, оказывается, на этих мотоциклах ставили двигатели от спортивного. То есть вот тот же самый двигатель. И это делалось в 90-е, 80-е очень часто. Почему? Потому что индустрию мотоциклов двигали гонки кольцевые. Откуда все мы узнали? Хонда, Ямаха, Кавасаки. То есть все вот эти японские, Сузуки фирмы. Четыре вот этих японских. Потому что они представлены в гонках. Вот эти на треке кольцевые. И, соответственно, вся эта индустрия работала на мотоспорт. И когда уже есть наработанные технологии, зачем создавать что-то экстра. Они брали вот это вот спортивное и адаптировали к гражданскому. То есть спортивный двигатель, естественно, очень мощный. И если посадить такой мотоцикл с таким двигателем гражданского мотоциклиста, он убьется очень быстро. Потому что у него нет навыка гонщика. То есть то, что делают гонщики, мы не можем обычно. У нас нет этого, как его назвать, способности совладать с этой мощностью. И этот двигатель задушивали. То есть его там добавляли какие-то там незначительные детальки. Иногда, если это уже электронные были мозги, там какие-то проводочки. То есть что-то, чтобы мощность двигателя уменьшить. То есть его потенциал тот же самый, он со спортивного мотоцикла. Но его мощность искусственно задушена. То есть там были какие-то вот пропускные отверстия другие, чтобы меньше бензина поступало, меньше воздуха туда. То есть и, конечно, наши, наши, русские, всячески старались раздушить. Чтобы гонять уже на полную с этих вот. И где-то это там проводочек надо было перекусить. Вот мне рассказывали. Просто проводочек перекусил и все, он опять мощный. То есть мозги разблокировались. Где-то это, конечно, залазили. Но в основном, безусловно, этим не занимались, потому что это очень трудоемкий процесс и требует знаний. И, соответственно, то есть ты едешь, под тобой потенциал гоночного мотоцикла, но его мощность урезана там в половину. Для чего это сделано было? Чтобы ты не разбился в первый день. Чтобы эта мощность не убивала. И японцы очень умные, кстати. Очень умные люди. Почему мы о них мало знаем? Потому что они умные. Они о себе не рассказывают сильно. Они там живут где-то в уединении. И весь мир восхищается их продукцией. Техника японская, машины. И вот мотоциклы. В Японии, знаете, какой закон? Хорошо бы у нас такой. Что первый, по-моему, если я не ошибаюсь, два или даже пять лет ты не можешь себе купить мощный мотоцикл. Ты должен начинать вот 250 кубиков. Ты должен на нем отъездить. Не важно, сколько тебе лет. Вот какой-то стаж. Когда ты отъездил, тебе дается право через пять лет купить чуть-чуть мощнее. И потом еще через сколько-то лет ты можешь уже купить литровый. Понимаете, как они заботятся о здоровье своего молодого поколения. Потому что у нас, кто покупает самые мощные мотоциклы? Самые молодые. И они убиваются. То есть, если посмотреть гибель мотоциклистов, в основном это молодые ребята без инстинкта самосохранения, которые вот попали им в руки гоночным мотоциклам. Соответственно, там это вообще в Японии, там, по-моему, скорость им запрещено. 180 – это потолок. Нельзя больше, чтобы мотоцикл разгонялся. Поэтому там все душат. Все мотоциклы самые мощные задушены. Их сюда привозят и раздушивают русские, чтобы мы гоняли здесь. 300. 300 надо ехать. И вот какой урок я с этого получил. У всех у нас есть помазание. Вот сейчас вот я буду делиться этим. Знаете, есть темы настолько тонкие, можно порезаться даже об нее. Вот если качнуться в одну сторону, и ты уже в ересе находишься. Поэтому это для зрелых и для духовных людей. Это откровение, через которое Бог меня вел десяток лет точно. Я думал, это мое, мое личное. Мое. Оно не касается никого. Но недавно, когда Господь снова начал на эту тему говорить со мной, Он сказал, это не только твое. Есть многие люди, проходящие такие же вещи по-своему. И что я этим должен поделиться. Вот можно так сказать, задушенный дух. Теперь вы понимаете, вот в свете мотоциклов, что наш дух, как двигатель, тоже может быть задушен. Ну не смысл, а лимитирован, ограничен. Кем? Богом. Мы как-то привыкли, все в прорыв, в прорыв, я без... Но иногда сам Господь, сейчас я в слове это покажу, иногда сам Господь тормозит нас. Для чего? Вот как в случае с мотоциклом, чтобы мы живые остались. Потому что помазание, которое на нас, намного превосходит силой наш характер. Если у человека большое на нем помазание, а характер слабенький, помазание его поломает на части. Так же вот как мотоцикл слишком мощный и мотоциклист, не имеющий навыка управления. Они бьются насмерть. Недавно была авария, вот где Слава с Инной живут. Парень ехал, ну там, я не знаю сколько он, под 300 он ехал по этой московской трассе. Она прямая, так хочется, особенно если мотоцикл может. И когда он врезался в какую-то машину, то не от удара, а в полете, от этой силы его просто на куски разорвало тело. Он в воздухе от такой скорости отлетали, извините, руки поотлетали у него. Его искали и собирали по частям. То есть скорость, она опасна. Очень. И поэтому очень часто сам Господь ограничивает нашу скорость духовную. И на это есть причины. Я прочитаю два местописания. Первое, Псалом 67. Я же говорю, тема будет острая, духовная. Для, ну как духовная, естественно духовная. Для духовных людей. Для тех, кто понимает, он поймет, о чем речь. Для тех, кто не понимает, конечно, он скажет, что-то вы, брат, перемудрили. Псалом 67, 20. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя. Кто? Сатана? Оказывается, и Бог может возлагать бремя. Он же и спасает нас. Представляете, какой поворот может произойти? Мы как бы, да, все время проповедуем и молимся, и я лично об этом говорил не раз, свергнуть с себя всякое бремя. Ну так написано же. Но здесь как бы с одной стороны противоречия, с другой нет. Есть моменты, которыми сам Господь ограничивает твой потенциал. Сам Господь. А что тут сделаешь? А ты уже ничего тут не сделал. Бога победить нельзя, как в сатану. Как мы пели? Мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит, даже Бог. Даже сила Его. Вот иногда оно так проявляется, что уже Господь говорит, рожен тебе в лоб, рожен. И все равно прешь. Во имя Ишуа. Какого Ишуа тебя останавливает? Стой, сынок. Во имя Иисуса. Я сейчас разгонюсь до сверхкосмических скоростей. И второе место. Экклесиаст. Ух, тоже такие вот остренькие, остренькие местописания. Седьмая глава. Экклесиаст. Стих 13. Смотри на действование Божие. Ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Вот такие вот повороты события. Иногда вот мы за что-то очень сильно ходатайством молимся, не понимая, что это не дьявол, это Бог. Один пророк сказал, когда ты что-то против, изгоняешь, 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 но не изгоняется, это, возможно, Господь. И нам это непонятно. Кривым? Кривизны же выпрямятся. Да, Он Сам их выпрямит. Вот есть кривизны, которые выпрямить может только Он. Есть бремена, которые снять с нас может только Бог в Своё время. Эти бремена, они ограничивают нашу скорость, пока наш характер не начнёт соответствовать помазанию, которое на нас, и дарам. Вот я, пошли меня. Знаете, я сейчас думаю, я помню, как мы молились, ну, вот эти годы там в Марина, и вот уже ты готов, ты с вещами уже в апостольскую славу готов впрыгивать. И говоришь, Господь, я не понял, что такое, почему, где чудеса, знамения. Помните, как мы их ждали? Помните, как мы молились? Силы, знамения, чудеса. Где? Да, песня такая. И ты вроде как смотришь, что-то, так где же чудеса? Как за славу молились, помните, за ногу. Да ну искренне же верили, ну зачем ему операция? Сейчас у тебя будет новый сустав. Это было, но не получилось. И пришлось сделать операцию, конечно, чудесным образом. Человек ходит, даже прыгать стал. И вот эти вот моменты, которые мы стояли, да, готовы эту славу апостольскую, но сейчас я понимаю, пусти нас туда, Господь, это бы слава, от нас бы не осталось мокрого места уже давно. Школы Христа бы не стало. Потому что наши характеры, наши качества наших отношений, они были настолько неподходящими для этого помазания. И Бог провел нас, провел эти годы, провел, меняет, плавит наш характер, прежде всего, не с помазанием проблема. Когда мы просим у Бога помазание, это неправильная молитва. Мы уже, уже вложены и помазаны, в нас есть потенциал спортивного. Помните, вот как с мотоциклом? Все готово, но он поставил туда ограничители. И мы не сможем, как наши эти вот русские кулибины, мы не сможем обойти и обмануть эти ограничения. Я знаю, что я призван проповедовать стадионом, а я сижу с бабушками двумя там, да, на домашней группе. Господи, ты об этом мне говорил, об этом мне подтвердили многие пророки, даже сам Крюковский сказал об этом. Что я тут до сих пор делаю, Господи? Почему я до сих пор должен где-то работать, там, сторожить, носить кирпичи, и что такое? Где обещанное? Очень похожая ситуация. И начинается что? Борьба с Богом, посты молитвы, посты молитвы. Думая, что мы постами молитвы можем какие-то вещи, ну, не какие-то, какие-то можем, но не все. Я сорву с себя все лимиты, все ограничения, я буду вот там, вот там, я себя вижу там на стадионе. Не дай Господь сорвать эти ограничения раньше, чем наш характер будет готов к этому. Я только сейчас вижу, что как в те годы, сколько у меня было жестокости в сердце, нетерпимости, вот этого вот дурацкого максимализма, как я к людям, знаете, требования у меня были, то есть ты должен соответствовать, иначе ты мне не нужен. Как смотрели, как мы вместе смотрели на тех, кто, ну, где-то там вот отстает, ой, там это религия, вот и живите там в этом дерьме, вы нам, то есть, и как это все ломать надо было, ломать, потому что помазание вот в это вот, худое, гнилое, ветхое, оно не могло войти, оно и разорвало бы эти мехи. И сейчас уже, как в песне, вот это переломаны, переломаны. Помните такую песню? Уже такое, понимаешь, к сорока годам, переломаны уже, уже ничего не хочется, уже амбиций нету никаких, что-то там завоевать, рейтинги какие-то. Вот бы мне, куда-то поехать, как к тому. Вот бы мне, как Дима, вот бы мне, как Андрюша, вот бы мне, как тот, все, уже не хочется. Уже вот, Господи, делай, что ты хочешь, все. Все. Я уже устал от этих каких-то гонок, соревнований, доказательств, что мы правильные. Я помню, как мы написали, что мы апостольская церковь в интернете. И вот, ну, да. И потом, заходит кто-то такой, какая же вы апостольская церковь, тьфу на вас. И так больно становилось. И ты начинал доставать, вот этот меч апостольский, разбираться, что значит, тьфу, сейчас я тебе, тьфу, сделаю тебе. Знаете, пишешь, какая, ну да, да, вот оно, это правда. Это цепляло. То есть собачка мимо пробежала, там тявкнула, и ты уже все, воин, да. Вместо того, чтобы разбираться с начальствами, властями, как тебе казалось, бегаешь, ловишь собачку, чтобы ее отшлепать. Это, да, такое, младенчество, что сказать, младенчество. Вики сейчас просится покататься, чтобы я ее на мотоцикле покатал уже, ну, по-настоящему, не по двору. И мы понимаем, младенце опасно. А кто ж тебе даст рулить? Это одна из самых, наверное, сложных профессий, как по мне. Вообще учить, я бы никогда не смог быть автоинструктором, у меня нервов не хватит. Серьезно. Тот, кто меня учил на машине ездить, он говорит, я курил 40 лет, бросил, как стал инструктором. Потому что я понял, я сдохну, если еще курить буду. Представляете? Зависимость разрушилась нервотрепкой. Но, вы себе представляете, что такое инструктор учить водить на мотоцикле? Это же ты не сядешь, извините, рядом. Знаете, что они делают? Они бегают. Вот ты едешь, он бежит. Так, так, вот туда. Стой, стой, Еще же надо, чтобы ты не убился, он же отвечает. Думаю, ого, вот это работенка. Вот это, я бы не хотел никого учить. Так как я возьму ребенка и дам ему, давай на спортбайк. Мне не жалко, я папа любящий. Это не папа любящий, это идиот. Потому что он, он убьется сразу, с места. Итак, к самому слову. То есть, вот эти лимиты нужны тогда, когда твое помазание опережает твой характер. Где действует помазание? Я скажу вам, где? В служении. Вот где нужно, а где действует характер? В проблемах. В проблемах не помазание работает. В проблемах, проблемы мы решаем через характер. Поэтому смотришь, такой помазанный распомазанный, апостольский, разапостольский, а потом скулит, ноет, матюкается, дерется, бухает. Что это? Характер слабый. Помазание не спасет от греха. Я помню, это еще Банихин учил. Помазание не спасает от греха. Оно не поможет мне не поддаться искушению. Это все характер. Характер, с которым работает Господь. Вот если взять вот перстень, камень, мы положи, как перстень на сердце. Камень – это помазание, но оправа – это характер. Если нет оправы, камень потеряется. Он теряет, то есть мы его, куда ты его, ты же не будешь его вот так носить в руке и показывать всем. В кармане где-то будет лежать. Или если оправа, оправа всегда подстать камню делается. Одно бездругого не существует. То есть вот где эти нужны лимиты для безопасности и спасения нашей жизни. То есть если взять мотоцикл, это помазание, это благодать, но мотоциклист – это характер, это способность совладать с этой силой помазания и не начать ее обращать не туда. Бремена. Помните, была тема здесь, Олега, мы, пастора Олега, нагружали рюкзаками. Вот эти бремена неудобоносимые, они тянут нас во все стороны. То есть и вправо, и влево. То есть человек просто от одного к другому гоняется, мечется пустой жизнью. Но бремя от Господа, то есть вот то, о чем он говорит, вот этот лимит, ограничение, оно не дает нам ворваться в наше призвание на лихом коне. Одна из причин вот почему. В евреях она. Давайте прочитаем. Ну здесь немножко глобально, конечно, но отчасти это вот к этой теме тоже. И вот тут описываются люди, которые на помазании проходили, делали, терпели, кто-то то, кто-то это. И 39 стих. И все эти свидетельственные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел на нас нечто лучшее, дабы они не без нас. Понимаете уже? Достигли. То есть христианство – это не индивидуальный вид спорта, но командный. Вера в Бога – это не личностная какая-то тема. Видите, он говорит, ребята отлично все сделали, но Бог не дал им, потому что мы были не готовы еще через сотни лет, которые жили. Это глобально, я уже сказал. Но локально, смотрите, эти бремена сейчас сам Бог возложил, чтобы ты не сделал фальстарт и не рванул куда-то без тела. Что происходит на фальстарте? Результат не засчитан никогда. Как бы сильно я не побежал. Понимаете, рванул сам, все стоят, а ты всех победил, только не увенчался. Тебе посвистели, и ты что бежал? Или если я куда-то, то есть Господь эти лимиты накладывает на особо горящих, на особо таких вот духовных, жаждущих, которые уже туда, уже готовы. И Господь, все оставлю, все ради тебя. И он говорит, стоять! Тело не готово еще. А что мне тело? Так ты не понял тогда, для чего дары? Кто скажет, для чего дары? К совершению святых. Дары даны для того, чтобы мы служили ими друг другу, а не себе. И если, то есть, эти лимиты помогают нам оставаться в возрасте церкви. Понимаете, о чем речь? Иначе бы мы уже учесали бы за два поколения вперед. Представляешь, такие, ходим в откровениях, которые никто вообще не отдупляет, что ты говоришь. Ты не можешь послужить, ты слишком далеко улетел. Помните, как в эту притчу там один рассказывал, что говорит, почему нехорошо отрываться от коллектива. Одна маленькая, но очень гордая птичка. И упасть опаленным звездой по имени Солнце. Потому что Ишуа Солнце, и оно горячее. И если я туда с гнильцой в характере приближусь, вынесите. Поэтому слава тебе, Господь, за все ограничители, которые ты установил в наш дух. За все эти, где ты не ответил на молитвы. Сейчас бы нам бы вот эти бы руки. Помните, мы верим, что с этих рук просто молнии будут исходить. Представляете, я бы сейчас молнии метал по залу, какой бы я популярный стал. Как в этом, помните, Mortal Kombat. Сила на тебя. И там Родина именно в конвульсиях. Камеры, камеры, камеры на него. О, надо поехать, там что-то творится такое. Кто это? Кузьмин! Вот это бы, Кузьмин уже сидела бы на имени Иисуса сверху, свесила ноги. Вот так болтала. И Иисус, как этот, старихотавый, джин, да, для меня. А ну давай, по щучьему велению, по моему хотенью. Я сейчас хочу молнии пометать в народ. А потом собрать пожертвования. А кто не будет давать? Как один пастор отчебучил. А ну-ка поднимите руку, кто готов за Господа на смерть пойти. Весь зал подел. А теперь, Архангел Михаил, пройди, отруби всякую руку, которая поднялась неискренне. На всякий случай убрали все. Что-то я уже не так уверен. Что не хочу, чтобы я, Архангел, руку отрубил. Зачем это, да? И вот, чтобы вот этого кощунства не было с помазанием, чтобы мы не начали из него лепить истуканов, министри. Одно из самых, для меня, не знаю, я всю жизнь не могу с этим смириться. Не могу, может еще не дорос. Когда министри называют своим именем Юрий Кузьмин министри. Не знаю, мне сразу какой-то антипатия к этому возникает. Зачем твое имя там? Зачем? Это служение Ишуа. Это откровение Ишуа. Через Иоанна. Да, но это откровение не Иоанна. Мы говорим откровение Иоанна. Не, не, не. Там написано в первых же словах сам Иоанн написал откровение Иисуса Христа. Все. И если мы, понимаете, вот почему эти ограничительности держат, мы бы от тела давно оторвались. И мы бы на всех смотрели, ну что, да, как, знаете, представитель высшей какой-то расы прилетел послужить вот этой черни. Вот этой вот черни. Как они, миряне. лучше по-хорошему хлопайте в ладоши. Знаете, такое вот, ну, почтил своим присутствием сам. Храни, Господь, нас, храни, нас, Господь. И Он поставил эти факторы ограничивающие. Эти факторы держали тебя в сфере духовного уровня всего тела. эти факторы держали тебя, чтобы ты дождался, пока все тело возрастет. Тогда твой запуск, активация принесет плоды пребывающие. А так это будет галимый фейерверк. Попускал молнии, а человек не изменился, а церковь не возросла, а сам после молнии в публичный дом поехал, захотелось вот вдруг. Смотрите, такое тоже бывает. И что после этого имя Господа бесславится? Так написано. Представляете, у нас есть даже власть бесславить имя Господа. Но это все было. Времена меняются. И Господь сказал, вот это пророческое слово, что начинается снятие лимитов. Вот эти лимиты, которые были в нас все эти годы, десятки лет, мы проходим к моменту, когда Господь начнет снимать эти лимиты с людей. Тело возросло. не все, но в общем целом церковь возросла. Церковь созрела для большего. Церкви можно уже доверить больше мощности в двигателе, в духе. И вы знаете, что происходит, когда ты вот так вот уже туда, а тебя что-то держало, и вдруг это обрезается. Ты просто выстреливаешь. Как это еще объяснить? Когда на велосипеде мы заезжали на высокие горы, вот Четердак, Демерджи, и вот ты летишь с горы на велосипеде, постоянно тормоз, постоянно держишь тормоз, потому что там камни, там ухабы, какие-то деревья, корни, постоянно вот ты сам себя ограничиваешь свою скорость все время, чтобы безопасность, чтобы не убиться. И вдруг, когда ты видишь, вот, вроде прямая такая хорошая, не видно, видно на несколько сот метров, что, и вот я помню, что отпускаешь тормоза, и ощущение, что тебя в спину вот так просто кто-то втолкнул, как будто мотор включился, а ты просто под собственной инерцией катишься. но ощущение, что скорость увеличивается раза в два, и так аж страшно становилось, что он начинал притормаживать. Вот что-то такое будет происходить с многими именно апостольско-пророческими людьми, на которых есть это предназначение, но они были лимитированы самим Господом. потому потому, потому что Богу не нужна какая-то секта апостолов и пророков. У нас такая крутая церковь, куда ни плюнь, в апостола попадешь. Ну, или в пророка там уже. Богу не нужна какая-то церковь, состоящая из апостолов и пророков. Он сказал, что апостолы и пророки служебные дары для тела Христова. Для остальных акцент на теле, а не на апостоле вообще находится. И вот эти лимиты, они позволят высвободить тем апостольским пророческим людям намного больше. Я верю, что будут начинаться происходить в том числе и чудеса, о которых мы верили годами. Я не говорю, что будут сняты все лимиты, но я почувствовал, что они начинают сниматься как просто обрезаться вещью удерживающей. И ты приблизительно знал свой максимум, и вдруг ты начинаешь обнаруживать, что барьер пройден, что максимум увеличивался. Знаете, как на спидометре, ну ты знаешь, докуда доезжаешь ты, и больше он не едет. И вдруг ты видишь, стрелка пошла выше. Лошадиные силы, ангельские силы добавились. Потенциал начинает высвобождаться в полной мере, снятие лимитов. Что это вообще за лимиты? Это ситуации, это какие-то проблемы, это могло быть что угодно, с чем никак не получалось справиться. Что-то, что тебя удерживало буквально. Не получалось, вот ты верил, верил, вот эти вещи делал Господь, чтобы тебя остановить. Чтобы ты не улетел. Якову ногу пришлось повредить. Да, вот мы говорили, сидел бы тут Славик, если бы не нога. То есть в тот момент как раз подошло искушение, да, вот все сложилось, чтобы тебя туда, назад. И тут бац, перелом. Жуткий, неприятный и болезненный. Но он сегодня здесь. Это плод? Это плод. Ох, Господь нас насквозь знает. Он знает, куда, кому, какое рожено вставить. Чтобы немножко пыл сбавить, потому что пока мы юноши, юноши, что написано, утомляются и падают. Падают. Можно схватиться за апостольскую славу, начать ездить, как ошпарены по городам, метать молнии и потом сгореть и сгинуть от инфаркта и еще чего-нибудь. Упасть и прогреметь на весь мир своим падением. Поэтому юноши, они сильные, они бодры, они энергичны, их характер еще не сформирован. Отцы, у них мудрость. Отцы, у них зрелость. Почему? Да потому что отцы, они что-то прошли. Незаочно. Когда кто-то стрелял с автомата Калашникова, помните, первый опыт, вот когда стреляешь, ну, какой-то жуть, потому что тебе, я помню, в лицо эти газы полетели, я же не знал, что это будет вонять все дело. Вот это вот, ну, от пули, от патрона, оно вонючее, этот звук тебя ошарашивает. И мне там, ну, сколько дали, я уже стрелял, куда попало, чтобы это закончилось, песня. Ну, на войне-то нельзя так. Дайте мне, Господи, дай мне, Господь, автомат, и я готов. Я всю книжку перечитал, я все знаю, как называется каждый болтик. А ты не готовый к этому. Испугаешься, писаешься, потеряешь автомат. Для этого есть опыт, есть подготовка для того, чтобы мы не боялись. То есть, вот оно, слово, я его высвободил, снятие лимитов и ограничений, которые были наложены на ограничений тела Христова, я так скажу. Мы ходили в лимитах тела, мы не могли выпрыгнуть из лимитов тела Христова. Мое сердце не может, ему не может быть, знаете, 45 быть лет, а телу 40. Нет, ему всему 40, только может быть. Не может у ребенка, да, маленькие ручки и нога такая, как у 50-летнего. Уродство, искажение, дисгармония. Такое тело страшное и не несет никакой славы. Поэтому мы, как бы мы сильно не стремились вот этот вот прорваться, мы зависим от тела Христова. Поэтому что мудро? Служить телу, чтобы оно росло. Не ходить, ой, что ж до вас не доходит, это так просто. Там кубы, слава, ангелы, четыре животных, ключи. Это так просто. Это вообще библейское? Понимаете? Иногда вот такие вот у людей. О чем речь? Какие вообще кубы? Четыре? То есть, то, что описано в Библии, мы иногда говорим, такая глубина. Это азы, азбука. Азбука, букварь. Читали букварь какая-то. Мама мыла раму. Вот это Езекииль, первая глава. И там колеса, и колесовка. Это мама мыла раму. Это не высшая математика, это азы. Бог дал это детям читать своим, детям. Здесь же нету списка книг, которые читают новообращенным. Нет. Он сказал, все, читай, все. От а до я, от бытия до откровения. Единственное, что я скажу, что очень опасно самовольно снимать эти лимиты из себя. Очень опасно. Господь не насильник. Бог, он не будет нас бить, понимаете, чтобы что-то объяснить. Ну, в том смысле, что иногда, но человек так сильно хочет вырваться в эту славу, что он туда вырывается. Иногда там теряется. Ну, не в хорошем смысле. Откуда берется гордость? В характере она берется. В характере. Остались вот эти бациллы гордости. И когда мы попадаем в славу, эти бациллы, фу, как раковая опухоль, раздуваются. Поэтому сегодня Дух Святой говорит, сила ваша сидеть спокойно. Да мы уже в славу, да мы возьмем, а мы сейчас сиди спокойно. Идет работа с характером. Чтобы сломать вот эту выю железную. Эту упертость вот все докажусь. Если меня в интернете цепляют чьи-то комментарии, я еще значит не готов к славе. Мне написала какая-то Дуся из Жмеринки, что никакие вы не апостолы. и я расстроен и хожу, я сейчас приведу доказательства, свидетельства. Не готов. Нет, нельзя. Тест не сдан. Мое сердце должно оставаться равнодушным при порицаниях и похлавах. Похлавах по хвале. То есть равнодушным в том смысле спокойным. На меня гонят, ну значит так надо. Нормально все, пройдем. Хвалят меня тоже спокойно, я не должен от этого знаете, какое-то духовное возбуждение переживать. Еще, 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 еще парочку. Парочку комментариев не надо. Вы такой, ой, у вас такая церковь, у вас такая, такие песни, у вас прямо вот я слушаю, не могу наслушаться. И ты такой аж пьешь это. Да, 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 аллилуйя. Конечно, слава Господу, не нам, но приятно же. И вот это вот все, это симптомы того, что придет, приди что-то действительно настоящее, реальное, мы закончимся. Мы найдем Вячеслав Дышун министри, Роман Романюк министри. Знаете, сидят эти министри, каждый на своем министри, и не общаются друг с другом. А были же простые друзья, кушали вместе, общались на равных, то есть могли, а тут нет, ко мне, пожалуйста, только по этому апостол, там, Юрий, пожалуйста. Не забывайте, кто тут стоит, да? Лесом таких апостолов, да, и пророков. Поэтому, слава Богу, молимся, Отец, мы благодарим Тебя за то, что в Твоей власти времена и сроки. Нам бы, конечно, хотелось все побыстрее и пораньше, но мы смиряемся сегодня, и мы говорим, Господь, да будет нам по слову Твоему, когда мы будем готовы, вводи нас в эту безграничную, нелимитированную славу. Но если это убьет, если это навредит, если это каким-то образом, Отец, каким-то образом повредит Твоему Царству, повредит Евангелию, храни нас от этого. Пусть эти лимиты будут сдерживать нас столько, сколько понадобится, для того, чтобы мы не делали фальстарт, для того, чтобы мы не срывали зеленое, не вызревшее, не пытались эту кислятину скармливать кому-то. это вообще не то. Мы благодарим Тебя, что время подходит, когда с апостолов и пророков будут сниматься лимиты, когда каждый человек в церкви будет высвобождаться в большую славу, когда эти ограничители будут убираться, и мощь и сила потенциала будет высвобождаться в большей мере, чем до сих пор. Мы все еще верим в силу знамения чудеса. Мы верим, что на служениях будут воскресать мертвые, мы верим, что будут отрастать конечности, мы верим, что будут появляться новые зубы, новые, совершенно чистые, здоровые органы, они будут появляться у людей. Мы верим, что видимая слава она будет сходить, так что люди будут видеть ее физически, пребывающие на Твоих детях. Мы верим, Господь, что Евангелие будет звучать на улицах, и мы верим в большую жатву в этом поколении. Мы также верим, что увидим, как с престолов своих свергаются начало и власти, и туда будут поставлены Твои, Твое священство по чину Милхоседека, принося Твое царство в каждый город и в каждый регион. Пусть будет воля Твоя на земле, как на небесах. Мы благодарим Тебя, Господь, мы благословляем Твое святое имя Юдхей Вабхей Шуа, и мы поклоняемся Тебе, мы в Твоей власти, Тебе вся слава, Тебе вся слава, Тебе вся слава, спасибо за эти лимиты, которые сохранили нам жизнь, которые сохранили нас в теле, в отношениях, в этой взаимоскрепляющих связях, не дали нам возгортиться и вознестись. Благодарим Тебя за все уроки, которые делают наш характер крепким, чтобы мы могли нести власть, нести помазание и нести славу Твою. Тебе хвала во веки. Аминь. Знаете, сейчас такой пришел юродивый-юродивый пример в конце молитвы. Если ты несешь ковчег славы, не смей делать селфи. Уловите это. Знаете, священники несли вот это вот. Если ты несешь ковчег славы и начнешь делать селфи, погибнешь на месте. Там все говорит о нем. Там к священникам нет никакого внимания. Все внимание на его присутствие, на присутствие Господа. И если я, как священник, начинаю стяжать вот это вот, где-то вы видели, посмотрите, такое, знаете, картина сейчас. 150 человек получили наделение духов, чудеса, знамения, исцеления. Так, сколько лайков? Три? Я не понял. Что за дела? Вот, вот, вот этого исключить. Очень много будет делаться в тайне. Очень много Господь нас запретит вообще выкладывать в интернет. Представьте, вот на служении стоишь такой, и у тебя вдруг нимб загорелся. Прямо на проповеди. И люди, ошарашенные в зале, смотрят, говорят, а, 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 что? Что? И ты, я алими, а, 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 снимает, снимает? Ала говорит, да, 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 все снимает. И Господь говорит, не выкладывать, стереть запись. Как? Это же, это же не ради нас, это же, чтобы засвидетельствовать, чтобы вот тебе славу, ага, рожа чья там будет светиться, стереть. И, понимаете, это надо будет сделать. Че нимбы-то не горят, че ангелы тут не бродят вокруг во время проповеди. Потому что это мы даже советоваться с ним не будем. Сразу в интернет великая слава явилась Симферополе на служении школы Христа, пастор, который Юрий Кузьмин, друг пастор, да, уже. Проходи, служение, это случилось по адресу улица Крымская, 4А. Да, вход саду. И внизу номер из 16 цифр. Наш валютный счет. На всякий случай. Ну, пусть будет, что мы же ничего не просим, мы так просто намекаем. Дайте, если вам понравилось видео, жми лайк, и пришли пожертвования. Ну, можешь, в принципе, только пожертвования. Можешь лайк не жать, ладно. Вот это почему, почему вот мы там, где мы есть. Сидим тут в старом городе, в этом обшарпанном зале, хорошем, нашим любимым. Ну, вот такой вот он, ни вида, ни величия. Тут просто на ютубе, знаете, оно выглядит хорошо. вот крест, там, меч, полосочки. А если так, ну, посмотреть внимательнее, да, вот тут портал какой-то, в ад куда-то, посмотрите. Но он не выглядит, как на небо портал, да, такой. Тут периодически лужа на сцене от дождя. Ну, всякое бывает. Сидим, говорю, сидим. А мы говорим, уходим, уходим, уходим. Но мы сидим пока, потому что уйдем в свое время. То есть, будем высвобождены в свое время. Когда, если надо, сядем в тенечек, посидим. Представляете, люди, мы прославление как-то не получилось записать, и люди пишут, почему нет хвалы? Когда будет запись хвалы? Сослужение. Мы ждем. И вот можно пойти на поводу ожиданий. Представляете, Бог говорит, не выкладывать служение сегодняшнее YouTube. А люди говорят, как это? Мы же ждем. Не, Господь сказал, не выкладывать. Значит, его не будет. Значит, на месяц мы закрываем YouTube канал. Хотите, приезжайте. Представляете, такой вот поворот может быть. И мы должны послушаться. Вот, 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 куда это все сейчас. идет. В тенек сесть или стоять во славе. Стоять в славе может только тот, кто умеет сидеть в тени и не разучился это делать. Приходя, заметили, вот, люди, сейчас, и не разучились в тени. Ну, гости у нас бывают. И кто-то приезжает, и вот туда идет, назад. А кто-то вперед. Так вот, я за то, чтобы, заходишь подальше куда-то, уходи и садись назад. Тебя позовут, если надо. Вот это правильно. тихонько где-то сел, я такой, зашел авторитет, такой, как это я буду там сидеть? Тихонько, если надо, пригласят, позовут. Главное, это специально не сделать, чтобы, ты знаешь же, что позовут, специально сел, и ждешь, когда же позовут. Ладно, аминь. Слава Богу, церковь растет, это радует. Есть возможность высвобождать вещи глубже, чем это было раньше. Какие-то лимиты начнут сниматься. Какие-то вещи, которые не получалось, выровняются, выровняются вот так вот. Это будет его благодать. Что-то, с чем не получалось, ну, как-то преодолеть. Ты ждал и не видел ответа, оно будет начнет приходить. Долгожданное, выстраданное, рожденное. Это не фастфуд христианский, это рожденное. Нельзя сравнить ребенка, которого вы выносили, ждали, выносили, родили, с гамбургером. Нельзя. Есть разное слово. Есть слово гамбургер, который тебя наклепали и накормили тебя. А есть ребенок, которого ты родил и не нарадуешься ему. Львы, Давиды, Глория и остальные с ними. Аминь. Храни, Господь, нас от всякого зла. Храни всю Хаиль, храни все тело Твое, с кем мы в общении. Мы благословляем Севастополь, Ялту. Мы благословляем служение там, где Дима, в ЮАР. Благословляем Скинию, где Рыбы Юзек. Благословляем именем Юд, Хей, Ваф, Хей. Всех наших друзей, партнеров в России, Беларуси, Украине, Казахстане и во всех других странах, в Германии и в прочих, с кем мы в общении, с кем мы в контакте. Пусть, Господь, эти взаимоскрепляющие связи растут и Твои дары служат Твоему телу, чтобы представить Тебе невесту чистую, без пятна или порока. Аминь. Аминь.